Уважаемые друзья, последнее замечательное сообщение из интернета. Наш, не побоюсь этого слова, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев призвал россиян не суетиться, запастись терпением и уверенно смотреть в будущее, несмотря на падение рубля. Я понимаю ваши аплодисменты, но это в общем даже уже не смешно, это противно. Но проблемой является и российской экономики не правительство Российской Федерации, оно уже даже не техническое. Техническое правительство хотя бы исполняло бы свои конституционные функции и свои обязанности перед гражданами. Это правительство даже и их не выполняет. Оно не техническое, оно карикатурное. Это другая терминология. Проблемой для России является президент. Если мы говорим, что необходимо изменение авторитарного политического режима, мы должны понимать, что оно невозможно при президенте, который его создал. Если мы говорим, что необходимо изменить антиевропейский, мракобесный, антилиберальный политический курс, то проблемой является наличие президента, который является главным идеологом именно этого курса. Ибо свобода, демократия, равенство перед законом, честные выборы – это ценности, которые он ненавидит искренне, глубоко и всю жизнь. Так его воспитали в Комитете государственной безопасности. Там иначе не воспитывали. Если мы говорим, что необходимо вернуть доверие к России, а именно отсутствие этого доверия является одной из главных причин экономического кризиса, мы должны понимать, что он является главным виновником этого недоверия. Поэтому не об отставке правительства надо говорить, хотя это было бы полезно. Я бы с удовольствием видел Алексея Ильинича Кудрина на посту Дмитрия Анатольевича Медведева, уж всяко было бы больше толку. Но я не уверен, что при нынешнем президенте ему дадут делать то, что нужно. Да, мы не можем сейчас, это совершенно объективно, добиться решения этой задачи об отставке президента. Но мы должны объяснять нашим гражданам, что их проблемы не будут решены, пока он есть на этом месте. Он не изменится, он не будет проводить другой курс, он не будет строить другой режим, и не изменится степень доверия к России, к окружающему миру. Он не умеет играть другую музыку, он умеет только эту. Вот это надо понимать, в том числе и его сторонникам, когда они смотрят на цены в магазинах. Подхожу вчера к метро, в Питере вижу, вывесили новые данные на обменники. Около них стоит народ и, в общем, говорит разные слова. А внизу кто-то приклеил бумажку фломастером, от руки записано, зато Крым наш. Значит, это такой, я считаю, неплохой идеологический аргумент. Что делать и о чем нам нужно говорить? И смотрите, если бы не катастрофическое разрушение доверия к России в окружающем мире, а вызвано это политикой российской власти, то, наверное, сейчас во время кризиса нам бы сочувствовали, нам пытались бы помочь, поддержать. Ничего этого не происходит. Мир с равнодушием, как минимум, с презрением, как максимум смотрит на то, что у нас творится. Не возникает желания нам помочь. Мы ведь хотим, чтобы это изменилось. Но, чтобы это изменилось, необходимо менять политику. Вот мне очень понравилось выражение Григория Алексеевича Явлинского о том, что падение рубля – это адекватный ответ российской экономики на российскую политику. Так, значит, надо политику менять, если хотим, чтобы в экономике бы что-то изменилось. Мы очень много обсуждаем, что нам делать в связи с Крымом, с Украиной. Знаете, вот я читаю решение политического комитета партии, обеими руками подписываюсь, и написано прямо – аннексия Крыма незаконной должна быть отменена. Так, если должна быть отменена, так давайте будем честными. Вот давайте искать не причины, чтобы не делать, а возможности, чтобы делать. Назовем вещи своими именами. Крым не наш, сказал Григория Алексеевич, действительно не наш. Я продолжу. Это ворованное. Значит, ворованное должно быть возвращено. Вот такой должна быть позиция партии. Без объяснения причин, почему сделать это сложно, почему нельзя. Да, большинство наших граждан, наверное, выступает против этого. Вы знаете, представьте себе ситуацию, когда у России бы что-нибудь аннексировали. А потом те, кто аннексировал, стали говорить, знаете, большинство нашего населения теперь уже привыкло и не хочет отдавать. Поэтому отдавать мы не будем. Или давайте организуем потом какое-нибудь политическое мероприятие, например, проведем референдум. Значит, по украинским законам невозможно было провести референдум о независимости Крыма. По украинским законам вопрос об изменении границ страны решается общеукраинским референдумом. Никаких ревенальных референдумов законодательство Украины не предусматривает. Как, кстати, никаких референдумов о независимости регионов и наше законодательство не предусматривает. Об этом как-то подзабыли. Мы с вами будем за, если завтра у нас во Владивостоке обнаружатся неизвестные звук граждани в военной форме из образовательных знаков, потому что, знаете, мы самообороны Владивостока, сейчас мы референдум тут организуем о независимости, а говорить будет почему-то на китайском языке. Я думаю, что партия Яблоко будет первой выступать против этого беззакония и возможной аннексии. А если она, не дай бог, состоится, будем первой выступать за то, чтобы она была отменена и чтобы России была возвращена ее территория. Так если мы демократы и либералы, если мы за равенство всех перед законом, у нас должен быть одинаковый подход к одинаковым ситуациям. Что касается мнения наших граждан, то, вы уж простите, но когда обсуждается вопрос о возврате ворованного, суд обычно не учитывает мнение тех, кто украл, он учитывает мнение тех, у кого украли. Оно является определяющим в этой ситуации. Что касается Украины, я уверен абсолютно, я это говорю на митингах, я это говорю в печати, все, что произошло, это реакция путинского режима на украинскую антикриминальную революцию. Стало очень страшно, и если прогнали прорывавшегося президента в соседней стране, как бы до нас бы не докатилось, значит эту революцию надо подавить всеми силами. Вот с этим связано все, что происходит. Все эти сказки про ополченцев, про доведенный до отчаяния народ Донбасса, где в 1991 году 89% голосовало за независимую Украину, и где отродясь не было никаких сепаратистов, и где никто не притеснял людей, говорящих на русском языке, потому что никакого в другом там просто практически не говорили. Вот все эти сказки, это пропагандистские мифы, которые необходимо разоблачать, опять же надо объяснять согражданам, что это все вранье, что это недопустимо. Сколько вам еще времени? Еще 30 секунд, Борис Георгиевич. Пожалуйста. Я уже заканчиваю. Что мы видим здесь? Мы видим идеологию осажденной крепости, причем осажденной с двух сторон. Снаружи враги, внутри предатели и пятая колонна. Вот с двух сторон наступают на эту несчастную крепость. Да что за ерунда такая? Какая осажденная крепость? Кто у нас собирается нападать? Какие враги, какие пятые колонны? Кстати, обращаю ваше внимание, сейчас об этом мало кто вспоминает. Еще Сурков в 2005 году впервые заговорил о пятой колонне. Еще тогда это все происходило. Вот откуда ноги растут. Пора заканчивать с психологией разжигания ненависти ко всему окружающему миру. Что нужно? На мой взгляд, нужно действительно движение в Европу. На мой взгляд, в качестве стратегической цели, вообще возможно в перспективе, не знаю, через 10, 20, 30 лет присоединение к Евросоюзу, к союзу независимых, но свободных государств. Вот можно не идти в Европу, можно идти в Азию, точнее в Азиопу. Можно говорить о духовности, о нашем особом пути, о третьем пути. Нет третьего пути. Есть путь в третий мир. Я не хочу, чтобы моя страна пошла по этому пути. Спасибо. Спасибо.